В странном мире наша главная задача. Но есть на свете уголок, где людям удается с ней справляться. Добро пожаловать в Индию. Одна шестая населения мира живет здесь. И все же нам удается процветать. Это наш банкомат. Мы находчивые. Стив Джобс. Трудолюбивые. Настоящие прагматики. Если я в доле, мне все равно, что вы делаете. Один из основных ресурсов – это то, что вы называете мусором. Здесь он необычайно царится. Все это бутылки. Я тоже столько могу собрать. Если вы думаете, что успешно перерабатываете отходы, смотрите внимательно. Мы расскажем, как нам удается создавать многое из ничего. Добро пожаловать в Индию. Познакомьтесь с одной из миллионов уличных предпринимателей. Джора живет и работает у железной дороги на окраине Калькутты. Раньше здесь ничего не было, только джунгли. Сюда приехали бедняки, вырубили джунгли и построили свои шикарные дома. Джора построила свой дом и процветающий бизнес из этого обычного мусора. 23 года назад она собирала здесь мусор и вышла замуж за Ханана. Здесь ничего не было. Мы построили три склада. Этот, тот и вон тот. И дом. Это мой дом. Вот одна комната, вторая, и еще есть три. Здесь спят дети. Вот здесь мы храним все самое ценное. Вот здесь лежат мои вещи. Деньги храним здесь. Одежда моих дочерей. А здесь одежда сыновей. А здесь мы готовим. Все под рукой. Хорошо устроились. Больше всего я горжусь туалетом. Он единственный на всю округу. Пришлось его построить, ведь это очень важно для моих дочерей. Где еще им ходить в туалет? Заплатила полторы тысячи бандитам. Так устроен мир. Без денег ничего не сделаешь. Пришлось платить. Три года назад Джора решила зарабатывать только на пластиковых бутылках. Не угоди под машину. И купила старшему сыну рипшу для сбора бутылок. Будучи главной по поставкам, она организовала сеть поставщиков, которые собирают бутылки на помойках, в магазинах и ресторанах. Сколько там? 8,5 килограммов? Нет, 9,5. В этом деле очень жесткая конкуренция. Спрос на бутылки всегда выше предложения. Джора с рабочими отдирают этикетки от бутылок и сортируют их по цвету. Бутылки продают по весу, и у Джоры есть небольшая хитрость, чтобы немного набить цену. Бутылки очень легкие. Чтобы добавить веса, я наливаю воды и бросаю к остальным. Прибыль больше. Завод об этом не знает. Только зять знает, что я так делаю. Больше никто. Никто. Это неправильно. Не добавляй воду. Приемщик видел, что там вода, и ему все равно. Вот именно. Ты-то чего? Бутылки скатывают в огромные шары весом до 100 килограммов. За каждый такой шар Джора получит около 50 фунтов. Джора должна обеспечивать своих семерых детей, выплачивать зарплату четверим рабочим и иметь доход. Раньше люди называли меня мусорщицей, а теперь я деловая женщина. Меня все уважают. Такая находчивость привела к тому, что мы перерабатываем 60% пластиковых бутылок. В Великобритании таких показателей хотят достичь к 2020 году. Там, где вы видите мусор, мы видим прибыль. И это относится не только к мелкому мусору. Канье. Один из 6 тысяч работников, разбирающих списанные суда со всего мира. Вручную. Те части, которые еще можно использовать, продаются. Остальное сначала перерабатывается во что-то нужное, и только потом уже продается. Вот двигатель. Рабочий он или нет, в крайнем случае продадут на запчасти. Канье начал работать здесь в 14 лет. Он поднялся по карьерной лестнице и теперь разрезает ржавеющие корпуса на мелкие куски паяльной лампы. Это источник дешевой переработанной стали для строительства. Сегодня он работает над носом 12-тонного корабля, построенного в Японии 32 года назад. Очень опасная работа. На прошлой неделе рабочего убило отвалившимся листом железа. Рабочие поднимаются на борт. Они будут разрезать корпус изнутри. Каждая часть этого судна должна быть разобрана, включая топливные цистерны, в которых могут быть взрывоопасные испарения. Они работают на этом участке всего час. А на мостике соседнего судна начался пожар. Сегодня один из наших сгорел заживо. Он был весь в огне. Обгорело все. Здесь опасно. Повсюду ржавчина. Можно серьезно заболеть. Но надо зарабатывать на жизнь. А работы мало. Поэтому я занимаюсь этим. На этой работе погибает около 20 человек в год. И это только официальные данные. Но Канье надо кормить жену и детей. После полудня нос корабля уже можно отсоединять. Давайте готовиться. Уже пора тянуть. Готов? Тянем, тянем. Пошел. Как так? Должен был упасть в другую сторону. Страшно, но это надо делать. Добро пожаловать в Индию. Добро пожаловать в Индию. Мохаммеда Ашика. Это жир, который мы растапливаем. Я усердно тружусь и получаю прибыль. Жир подготавливает бригада рабочих. Это внутренний жир с почек и кишок скота, который Ашик растапливает при высокой температуре. Три часа тяжелой работы с этим черпаком в руках. С десяти лет я сам зарабатываю деньги. Я много чем занимался. Продавал мороженое. Работал на бойне. Водил рикшу. Я занимался всем, чем только возможно. Разве что самолеты не пилотировал. Это единственное, наверное, чего я не смог в этой жизни. Ашик берет жир с крупнейшей скотобойни Калькутты, торгуясь с работниками бойни. Вчера он купил более двухсот килограммов жира и должен переработать его до того, как он испортится. А вот его работники явно не торопятся. После того, как он все-таки заставит их поработать, топленый жир остужают в банках. И, конечно же, ничто не пропадает зря. Это могут есть люди и рыба. Вот. Вкусно. Лучшее я отбираю для людей. Остальное подгорело пойдет на корм рыбам. А потом мы съедим рыбу. Именно застывший жир приносит Ашику основной доход. Он продает его компании, которая производит стеариновую кислоту, ингредиент для мыла и губной помады. 30% населения – дети моложе 15 лет. А детей до 5 лет вдвое больше, чем людей в Великобритании. Эти дети – наше будущее. Сын Джоры Нават работает, собирая бутылки. А младшие дети помогают добывать воду. Они едут в колонки с водой, расположенной в нескольких сотнях метров от дома. Моя очередь. Отойди. После 14 часов работы Джора готовила ужин для своей большой семьи, когда в дверь постучали. Пусть позвонит. Местный бандит подослал своих людей. С него 2000 рупий. Они хотят поговорить с ее мужем. Идите, а я передам ему, чтобы он позвонил. Злые люди. Позавчера забрали моего мужа и потребовали 2000 рупий. Пока мы не заплатили. И все это происходит из-за денег. Это 2000 рупий за защиту их бизнеса. Но расходы Джоры и так слишком высоки. Она платит 4000, а это 50 фунтов, за обучение двух дочерей в религиозной школе. Завтра начало учебы. Я хочу дать им шанс на хорошую жизнь. Здесь небезопасно. Здесь нехорошие люди. Поэтому я оплачиваю их обучение. Хоть это для нас и нелегко. Ночь сегодня будет очень длинной. Позови отца. Как я проголодался. Овощей? Нет. Посмотрите, как спят мои дети. Это Наваб. Шабана. Хина. Рихана. И Султана. Спите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ведите себя хорошо. Я тоже пойду спать. Только свет оставь. Нет, я сказала спать. Дети наконец-то заснули. А Джора и Ханан переживают из-за визита бандитов. Они требуют тысячу рупий в неделю. Если мы не заплатим, они нам ни живого места не оставят. Я им не то, что одной тысячи рупий. Я им и пени не дам. Я эти деньги потом и кровью зарабатываю. И если не будем платить раз в неделю, поднимут до пяти тысяч вперед. Где мы возьмем пять тысяч рупий? Вызовем полицию. Отсрочат, а дальше что? Думаешь, убьют нас? Им не впервой. Убивают даже при свете дня. Такое не раз бывало. Пусть приходят, я им устрою. И чего ты добьешься, если закатишь истерику? Не они первые пытаются. Мы работаем неофициально. У тебя есть лицензии или страховка? Нет. Вот и перестань. Ты не крепче спички, и тебя сломают, как спичку. Вот увидишь. Кто? Нет смысла с ними спорить. Так повелось испокон веков. Сильные наживаются на слабых. Крупная рыба съедает мелкую. Что еще добавить? Нравится нам это или нет, но так уж все устроено. Эта система позволяет бизнесу процветать, а ракетиры – часть этой системы. Это Коко. Бандит. Практически отошедший отдел. Но когда-то от него зависело очень многое. Мы создаем спрос. Берем деньги. Если вы хотите чем-то заниматься, то должны помогать нам. А мы будем помогать вам. Деньги за защиту. Они находятся под нашей защитой. Можно сказать, что мы оказываем им социальную помощь. Разве не так? Добро пожаловать в Индию. Дискавери Волт возвращается к... Бутылки Джора готовы к отправке. А из-за требований бандитов ей очень нужно получить прибыль. Понадобится водитель и машина. Ей поможет член семьи, ее зять. Ну и где ты? Но он не самый надежный работник. Давай быстрее. Я не люблю долго ждать. Но придется ждать еще целый час. Джора многого добилась с тех пор, как начала работать на Ханана в 12 лет. На тот момент у Ханана были жена и двое детей. Но он не смог устоять перед ее обаянием. Я взял ее. А после этого решил, что женюсь на ней. Я сказала, что не выйду за него. А он мне... Ты должна. Я ему про жену, а он говорит, у меня нет жены. Я женюсь на тебе. Брак делает жизнь лучше. Он отвел меня в двухэтажную мечеть и говорит, иди сюда и приложи палец. Я спросил, а зачем? А он сказал, просто приложи. Я послушалась. Оказалось, что так женится. Думала, что скажут родители, он же стар, а я молодая. Надо ли выходить за него замуж. Но вот мы женаты уже 25 лет. Один раз, когда у нас было уже трое детей, он от меня ушел. Ну, теперь-то я знаю, что ему нужно. Я люблю его так, что больше он никуда не уйдет. У нас 12 детей, и больше не будет. Хватит. Наконец-то приехал зять Джоры, Тинку. Он сильно опоздал. Но он не переживает, ведь Джоре нужны его связи. Узяти связи с перерабатывающими компаниями, так что я работаю с ним. Пусть помогут. Давай, поднимай. Вот так. Когда Джора начала работать с пластиковыми бутылками, она выдала одну из дочерей замуж за Тинку, получив свое распоряжение, его машину и связи. Но работать с тещей не всегда легко. Шутница. Он зарабатывает больше меня. На перевозках и на нас. Получает две цены, а мы всего одну. Ничего личного. Тебе деньги, мне товар. Пытается меня надуть, но меня не проведешь. Пока Тинку очень полезен. Но у Джоры есть план по увеличению прибыли, который ему не понравится. Не надо больше опаздывать. Канье отпустили с работы пораньше, что случается редко. Работа опасная, но хорошо оплачивается и позволяет его семье жить лучше. Почти половину зарплаты он тратит на аренду квартиры в пригороде Мумбаи. За такую квартиру берут две, две с половиной тысячи в месяц. Мы живем здесь, чтобы дети были в безопасности, имели возможность ходить в школу и жить в хорошем районе. Половину оставшихся денег он тратит на обучение трех дочерей. Это моя жена, Радха. Мы очень любим друг друга. Я влюбился в нее с первого взгляда и сказал себе, что женюсь только на ней или же останусь холостяком. У нее есть шрам на лице, но это ее не портит, ведь остальное в порядке. Поэтому я был готов жениться. А вот я влюбилась не с первого взгляда. После нашего знакомства он постоянно ходил у моего дома. Потом я поняла, что он меня очень сильно любит и тоже влюбилась в него. Тогда-то мы и поженились. Но она ругается. Иногда. Он работает, но платит мало. Из-за этого я нервничаю, и мы начинаем ругаться. Но мы любим друг друга. Алло. Да, сэр. Звонит начальник. Что? Каждый работник боится такого звонка. Мы же не могли закончить так быстро. За что вы меня увольняете? Сэр, это очень плохо и скажется на моих детях. Работы, которой Кань не занимался три месяца, больше нет. Сказали, что для меня больше нет работы и ничего не поделаешь. Найду что-нибудь еще. И на что нам теперь жить без этой работы? У нас ведь и так много расходов. Да, дела плохи. Я не знаю, что предпринять. Босс сказал, что работы не будет, и все. Может, поспрашиваешь у людей о работе? Конечно же, я постараюсь. Да, у индийцев нет пособия по безработице. Но если обойти город, работа обязательно найдется. Если вы готовы работать. Ситуация на фабрике Ашика ухудшается. Нужно переработать еще более сотни килограммов жира, который может испортиться. Но сегодня его работники не явились. И Ашик сам отправляется за ними. Ему не здоровится. Не здоровится? Скажи, что он мне нужен. Аптека у нас рядом, я куплю ему лекарств. Давай, собирайся. Сегодня вообще никто не пришел на работу. Так что поехали. Надо обеспечивать им условия. Приносить чай, завтрак. Давать им то, что они хотят. Трачу по 400-500 рупий в день. Но нужно, чтобы работники были довольны. Ашик пытается переманить людей, работающих на других пахучих предприятиях. Одно из них расположено на балконе первого этажа. Там очищают коровьи кишки со скотобойни, а затем наполняют их воздухом. После сушки они могут оказаться на вашем столе в виде оболочки для колбасных изделий. Немцы, например, закупают у нас более 2000 тонн кишок в год. День у Ашика совсем не задался. У него не только недостаточно работников, но и кишки занимают много места и мешают работать. Ко всему прочему, у него возникла еще одна проблема. Если эти личинки упадут в мешки, то испортят весь товар. Надо от них избавиться. Смотрите, кто явился. Если ты хочешь здесь работать, то не мешай нам жить. За кого ты нас принимаешь? Сам посмотри, кругом ползают эти личинки. Но я все убрал. Я предупреждал. Нет, я все убрал. Сколько раз тебе повторять? Уезжай. Забирайте. Бесплатно. Мне не жалко. Я тебя ударю. Мне уже надоело тебя просить, так что проваливай отсюда. Все, с меня хватит. Кем ты себя возомнил? Местные власти лят Ашику прибираться или уезжать. Когда работаешь неофициально, юридическая система не поможет решить споры. Поэтому люди обращаются к местным депутатам. Моя задача – содержать район в чистоте и порядке. А он всем как бельмо на глазу. Люди страдают от его фабрики. Вонь стоит просто ужасная. Я велел им работать ночью, не растапливать жир днем, но они делают это круглыми сутками. Да все они просто мне завидуют. Не хотят, чтобы кто-то преуспел и обошел их. Они не люди, животные. Если бы они были людьми, не завидовали бы моему успеху. Нас не беспокоит налоговая и представители закона. Но нам приходится сотрудничать с другими людьми, чтобы работать успешно. Джора уже две недели пытается справиться с увеличенной платой на год. Пришло время осуществить ее новый план. Она воспользовалась банковским счетом деверя, чтобы взять в кредит крупную сумму. Открывай. Она купила машину. Мы купили машину. Теперь нам будет проще возить товар. Я буду очень довольна. Машина обошлась в 350 тысяч. 12 тысяч в месяц. Да, сразу столько мыслей в голове. Но покупка машины не обошлась без проблем. Ее взять Тинку, который занимался перевозками, теперь потеряет прибыль. Я научил их всему, что они знают об этом бизнесе. Я рассказал все, что знал. Помогал всем, чем мог. И вот так они мне отплатили. Купили машину. Тинку считает себя очень умным и хитрым. Поэтому он и выделывается. Если они будут сами продавать моим же людям, то мне это как нож в спину. Он просто злится от зависти. Как только он узнал о машине, началась ругань. Я знал, как помочь им с началом бизнеса. И я знаю, как его закончить. Прости, Господи. Да он мне не начальник. Возомнил себя большой шишкой. Он зол и обижен. Но в бизнесе нужно думать о своей выгоде, а не о чьих-то обидах. В конце концов у Тинку есть свое дело и заработок. А у моего сына нет. Мы делаем это ради него. Когда-нибудь наш бизнес перейдет к налабу. Теперь Джора и Ханан не сортировщики бутылок. А настоящие оптовые поставщики. Я так счастлива. Но есть проблема. Чтобы покрыть расходы, они должны продавать бутылки как минимум по 42 рупии за килограмм. Берем по 38. А вы не можете дать на одну-две рупии больше? Никак не получится. Если я тебе дам сегодня больше, то потеряю прибыль завтра, когда цена упадет. Нет, я не могу. Извини, брат. Пока Ханан торгуется, Джора решила заняться промышленным шпионажем. Она не заметила ничего необычного, кроме этой машины. Измельченный пластик стоит 45 рупий за килограмм. На 7 больше, чем целые бутылки. Его продают производителям полисинтетических волокон, которые используются в производстве чего угодно. От флиса до наполнителя подушек диванов. Крышки не свинчены. Я с вас немного вычту. Ханан не может добиться успеха. Но Джора заглянула в будущее. Я хочу заполучить такую машину, чтобы измельчать товар. Вот где настоящие деньги. Их первая продажа напрямую. Они получили больше, чем при сотрудничестве с зятем. Подумать только, сколько здесь бутылок. А ведь я тоже могу столько собрать. Джоре предстоит долгий путь, чтобы построить бизнес своей мечтой. Но пока решена хотя бы проблема с бандитами. Добро пожаловать в Индию. Тем временем Каньи уже второй день не может найти работу на верфи. Надеюсь, сегодня начну работать. Взял даже с собой резак. Есть работа? Нет, пока ничего. Извини. Точно? Резчик не нужен или кто-то еще? Нет, нет, работы нет. Дела идут плохо. Эй, старик. Есть работенка? Я похож на работу дателя? Простите, вам не нужен резчик? Нет, время молитвы. Работы нет. Все из-за экономики. Доллар упал, и это сказалось на верфи. Нет новых кораблей, нет рабочих мест. Следующим утром Каньи идет поговорить с бывшими коллегами до того, как они уйдут на работу. Нальем чай для тех парней. Держи. Вот так. Ходит слух, что скоро на верфь придет новый корабль. Слушай, а где новый корабль? В шестом или седьмом. Не знаешь? В восьмом. А кто хозяин? Потап Бора. Сколько платит? Четыре-пять сотен. Да. Платит тебе пятьсот рупий? А уже начали? Да, там еще много работы. Хорошая зацепка. Но сегодня Каньи пришел уже после наима рабочих. Здравствуйте. У вас есть работа для резчика? Работа есть, но у меня достаточно рабочих. Буду вам очень благодарен. Я хороший резчик. Ну, покажи, что умеешь. У Каньи всего одна попытка, чтобы получить работу и прокормить семью. Мне надо показать, как я усердно работаю. И тогда они могут предложить мне постоянное место. Но этому начальнику крайне тяжело угодить. Моя задача – следить, чтобы рабочие не халтурили, не отлынивали и не уходили куда-нибудь на несколько часов. Нужно следить, чтобы они работали. Они пришли работать, а не отдыхать. И моя задача – следить за этим процессом. Хорошо поработаю, и тогда меня могут взять. И если мне дадут здесь работу, то это будет просто замечательно. Хорошие новости. Мне заплатили 400 рупий за день. Отдам жене и детям, они будут счастливы. И я тоже. И этот рабочий день – только начало. Более того, мне дали работу на 3-4 месяца. Гарантированная зарплата на целых 3 месяца. Каньи счастлив, что все так сложилось. Есть деньги и на жилье, и на образование дочерей. Временно. Вы наверняка заметили, как мы прагматичны. Заработок превыше всего. Но и отдыхать мы умеем. Скоро будут отмечать исламский праздник Курбан-Байрам. Для мусульман Калькутты пришло время раскошеливаться. Каждая мусульманская семья потратится на животные, которые потом принесут в жертву. А пока с ними играют городские дети. А вы говорите – рождественские траты. Наступило праздничное утро. Джоре предстоит накормить всех, кто придет на семейное пиржество. Ну, помогите мне кто-нибудь. Бизнес процветает, а бандиты ее не беспокоят. Но осталась одна проблема. Конфликт с зятем из-за машины. Проблемы, проблемы, проблемы. Но сегодня она может с ним помириться. Я опять обожглась. Очень горячо. Ужас, уже кипит. Главный герой семейного праздника – любимец Наушада. Жертвоприношение – главное событие дня. Оно символизирует жертвоприношение пророка Ибрахима в доказательство преданности Аллаху. Потом мы купим тебе еще одного. Будешь кормить и заботиться о нем. Да не грусти, ладно. Давай, лучше покажи, как он бодал тебя. Нет, нет, не так. Вот так бодался точно. Сильно. Предвкушая обильное угощение свежего мяса, мужчины вспомнили, что они тоже умеют готовить. Мальчики готовят. Так смешно. Ну, как успехи? Не волнуйся, все нормально. Голодный не останешься. Слишком крупно режешь. Сам посмотри. Режь тоньше. Все испортят, если не следить. Готовим лучше, чем ты. Уйди, не мешай, женщина. Волосы вырву. Я слежу. Готовьте нормально. Если что-то резать тоньше, то твою глотку. Я жду Шабнам. Она замужем за Тинку, бывшим партнером Джоры. Мне грустно, когда приезжают не все дети. Нехорошо, я нервничаю. Беспокуюсь, не случилось ли чего. Я очень скучаю. Не знаю, приедет ли. Отлично, уже готово. Еда готова, а Тинку и Шабнам еще не приехали. Чтобы не испортить праздник, Джора подает еду. Ну-ка, наушат. Вкусный твой бычок? Что скажешь? Очень вкусно. Ешь как следует, а то совсем отощел. Набивай свой живот. Давай, давай. Ну как? Но у Джоры не праздничное настроение. Шабнам все еще нет. Думаю, они обиделись и не приедут. Уж очень сильно опаздывают. Ты посмотри, а вот и они. Наконец, вся семья собралась вместе на праздник. Я так по тебе скучала. Я так по тебе скучала. Очень скучала. Почему вы так сильно опоздали? Ну, так вышло. У меня сердце кровью обливается, когда Шабнам не приезжает. Пока я жив, мы будем приезжать. К моей любимой тещи. Я рада, что вся семья собралась вместе. Более того, мне сообщили радостную новость. Моя дочь скоро станет мамой. Слов нет, как я счастлива. Что может быть лучше? Ничто так не примеряет родственников, как ожидание ребенка. Ничего не будешь делать ближайшие 7-8 месяцев. Я и свекрови скажу, чтобы не заставляла. Ну уж нет. У Муны скоро свадьба. Тинку так счастлив, что даже угостил всех мороженым. Праздник удался. Вся семья собралась вместе и устроила настоящий пир. Бизнес развивается, и они знают, что делать дальше. Но для Джоры и ее семьи все складывается хорошо. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Владислав Бунин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова